Ну что, Питер, наконец, пришла весна. Сегодня какой-то 11 по мая, и мы посчитали, что это отличный день для того, чтобы установить солнечные панели на крышу. И для этого мы прибегнули к помощи зала и позвали двух своих замечательных корешей. Это Мишаня, который слева, вы можете помнить его по видео с Мурманска, если смотрели. И Володя, саксофонист, золотые руки. Ну а Леха уже там наверху подготавливает. Еее, большой день! Да, так что, запитаем сейчас домик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 а дальше через гофру уже в салон к всему блоку управления вот решил далеко не водить вот здесь где-то расположить все через герметик чё сказать по панелям панели соединены последовательно то есть если по 370 ватт у нас 740 ватт в час да сань я потом расскажу про панели поэтому сейчас буду сверлить отверстия садить его на герметик и засаживать провода так вот мы закрепили панели такие вот кронштейны идут в набор к рейлингам для крепления солнечных панелей по краям вот такие вот кронштейны посередине т-образный для стыка двух панелей далее силу того что у нас панели подключены последовательно вот клей мы расположил на рельсе хомутами прикрутил ну и прикрутил прихватил и здесь с обратной стороны эти стыковочные клеймы ну да и в избежание дополнительной как бы изоляция от воды которая по крыше течет вот ну и все там проводочки сами по себе панели крепятся закреплены достаточно жестко коробочку эту я загерметизировал со всех сторон думаю в принципе нормально графу пропустили вода не должна попасть теперь вот так это выглядит вот люк открыт на полную тютя в тютю не мешает и также закроется не мешает здесь планируем какую-нибудь площадку разместить чтобы можно было кресло поставить ну либо вообще монтажная площадка чтобы помыть панели не так страшно как казалось все получилось быстро сейчас может быть попробуем присоединить контроллер и он же инвертор в этот блок электроника будет располагаться справа у нас вот аккумуляторы здесь скорее всего будет блок контроля здесь ящик с автоматами и предохранитель вот смонтировали часть электро установки нашей пока еще коммутацию не произвел но провода накинул и просто надо будет сейчас переобжимать подлиннее не собираюсь катушки индукционные собирать тут вот что мы имеем мы имеем инвертор на 3 киловатта smart ватт компания такая 3 киловатта выдает очень прикольно автоматик четко вписался сюда как раз не мешает кнопки включения выключения боковое открывание для всех автоматов для переменки для постоянки предохранители там еще сделаю и предохранитель на 6 ампер я еще даже носил шкафчик по моему очень удобно все подпишем все будет по красоте в этот инвертор заводится непосредственно у нас провода от солнечных панелей вывод на простая коммутация вывод на аккумуляторы и отсюда же вывод уже переменки 220 на автоматы и я разводить буду вот таким пвсом вам два с половиной взял чтобы перестраховаться делаю на века чтобы наверняка вот думаю пока 20 метров хватит чё еще сказать здесь сделаю розетку для зарядки и также уличную розетку чтобы для бытовых нужд с улицы что-то подключать на 220 и принципе можно будет розеточку здесь вывести также 24 вольта до саня чтобы с улицы что-то присоединить пылесос пока вот так уютненько достаточно все габарит нинка ну не габарит не уютно и это получается у нас весь этот отсек будет свободен круто получилось мне нравится так ну что друзья давайте расскажу вам про то как мы выбирали все комплектующие для электросистемы на самом деле все было достаточно просто мы еще где-то в феврале еще точно лежал снег мы поехали в компанию real solar покупать солнечные панели и нам очень повезло там попался очень классный мужик который инженер настоящий персонал своего дела который уже давным-давно работает в этой области и мы с ним очень классно поболтали мы болтали часа полтора вот и он нам посоветовал очень много всего и поэтому мы оттуда уехали не только солнечными панелями но и с аккумуляторами и с инвертором и со всем остальным то есть мы грубо говоря в одном месте закупили все что нам нужно было для электросистемы давайте начнем с солнечных панелей вообще солнечные панели делятся на монокристаллические поликристаллические я поширтил в интернете и большой разницы между ними не нашел то есть там разница в их мощности в том сколько они дают энергию где-то примерно 10 процентов поэтому для меня лично не было это критерием как выбора вот для меня был критерий такой чтобы максимальное количество ватт на солнечной панели поместилось на мою крышу автодома взять максимально широкие панели и чтобы они максимально не приносили потом энергию давали на мои аккумуляторы то есть было для меня достаточно просто выбирать солнечные панели я знаю ту длину и ширину того места куда я хочу поставить эти панели и я просто смотрю чтобы две панели влезли в эту длину в эту ширину и имели максимальную мощность так что для меня выбор солнечных панель был достаточно прост они должны были поместиться ко мне на крышу и иметь максимальную мощность поэтому достаточно быстро нашел компанию real solar и там определенной солнечной батареи с технологией перц или перк как вам больше нравится сама технологика она работает я один раз прочитала сразу забыл там очень много вещей которых я не понимаю самый прикол этой технологии то что она ну каждый фотоэлемент он просто забирает больше солнечной энергии вот выдает больше мощности поэтому получилось то что такая панель она выдает больше мощности и имеет меньшие размеры вот поэтому я нашел две панели которые называются tv solar shingled с технологией перц на 340 ватт то бишь у меня сейчас 680 ватт мои две солнечные панели выдают вот я считаю достаточно много и прикольно и меня еще поразило то что солнечные панели достаточно дешевые но о ценах попозже вот что дальше про аккумуляторы с аккумуляторами как и со всем остальным как обычно непонятно что выбрать жуткие холивары в интернете сейчас самый популярный аккумулятор это свинцово-кислотные gm гелевые и литий-железо-фосфатные лифи почь буду я их называть потому что лифи почь намного проще выговаривать все топят по-разному кто-то топит за гелевые кто-то топит за литиевые кто-то сидит на старых и джемах и радуется жизни ошибку углубляться я в это не буду достаточно много информации в интернете и также роликов на ю тубе про то какие к аккумуляторы бывают и как их выбрать мы вообще ехали с лёхой с мыслью брать лифи почные так сказать вот но этот мужик который был в компании риал сарвар он нам посоветовал все таки взять гелевые ну с главное преимущество но он назвал то что они более стабильные у них также достаточно сильно их можно разряжать их можно долго хранить разряженном состоянии они в отличие от литиевых не боятся холодов то есть они более устойчиво к погоде что достаточно важно потому что все таки планирую всякие зимние путешествия в будущем ну и главное конечно это цена гелевые стоят в два раза дешевле чем такие же лифи почные поэтому мы послушали мужика и выбрали гелевые аккумуляторы 2 аккумулятора 12 вольт 200 ампер часов вот то бишь 400 ампер часов у меня в автодоме есть и я надеюсь что это будет где-то хотя бы там на пять дней хватать но опять же мы об этом узнаем с вами когда я куда-то поеду и буду снимать видео да там сяду куда-нибудь в лес и буду сидеть и вот мы узнаем насколько хватит аккумуляторов как они вообще себя там поведут как они будут заряжаться вот но цена реально очень радует опять же процент попозже также мы купили эту очень классную штуку которая сразу является и инвертором и mp5 контроллером про контроллеры тоже достаточно просто много информации в интернете да и контроллер нужен для того чтобы преобразовывать солнечную энергию уже в энергию которая идет в аккумулятор они бывают два вида pvm контроллеры и mp5 контроллеры pvm это старая технология она намного менее кпд имеет намного меньше кпд чем 5 контроллер здесь выбор как бы очевиден тут только mp5 и все вот и вот у него да в этой компании real solar у этого мужика была такая классная штука которая совмещать себе сразу и инвертор mp5 контроллер вот в одной вот этой вот коробке это очень классно очень удобно вот поэтому мы взяли вообще не думая то есть получается это у нас инвертор на 3 киловатта 24 вольта 50 ампер и одновременно m5 контроллер как вы видели из видео насколько мало места у нас заняла электросистема во многом это заслуга как раз вот вот этого инвертора контроллера вот так вот такой выбор сделали мы пишите в комментариях что вы об этом думаете пишите хорошее пишите плохое все интересно пишите что вы выбрали и почему это выбрали ну а мы сейчас плавно переходим к ценам как вы понимаете электросистема это самое дорогое приобретение что есть в автодоме поэтому цены будут конечно не маленькие ну давайте посмотрим так ну что ребят я покушал переоделся чет прохладно в питере и теперь я готов рассказать вам про цены сколько я потратил денег на электросистему погнали так первое солнечная батарея технологии перк 340 ватт две штуки 29 тысяч 700 рублей то бишь около пятнашки за одну солнечную панель ну я реально думал что не стоит намного дороже вот поэтому я был приятно удивлен погнали дальше аккумулятор 12 вольт 200 ампер часов две штуки 83 тысячи 420 рублей самая дорогая штука да но блин аккумуляторы это очень важно залить и почи короче я бы отдал где-то 150 здесь 83 тысячи разница очевидно парам-пам так супер модный инвертор и контроллер mp5 в одном флаконе 3 киловатта 24 вольта 50 ампер 30 тысяч восемьсот девяносто четыре рубля очень крутая штука наверное если ставить инвертор отдельно и контроллер отдельно было бы дешевле но я посчитал что вот за такую компактность переплатить это то что я хочу и всякая мелочевка кабели предохранители автоматы электрощиток это все в сумме вышло 6919 рублей и того за электросистему я отдал 150 тысяч 933 рубля да сумма немаленькая но чё поделаешь электросистема очень важная вещь в автодоме ну и она самая дорогая так выходит у всех это нормально да я понимаю что это видео можно было выпустить намного раньше я просто действительно хотел сделать совсем полное видео про электросистему потому что как вы видите сейчас ничего не рассказал о том как мы подключим генератор автомобиля к аккумуляторам тушь мы до сих пор этого не сделали там не все просто там нужен повышать повышать или напряжение с 12 на 24 и с этим там реально не просто нужно разбираться мы до сих пор этого не сделали в общем хотелось максимально сделать полное видео но решил все-таки выпустить уже то что есть про солнечные панели про аккумуляторы про то как вы подключили генератор кому к аккумулятором я уже расскажу какой-нибудь из следующих серий вот все как обычно спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал сейчас я монтирую водную систему надеюсь достаточно быстро и и также выпущу всем пока всем удачи скоро увидимся пока